что же всем еще раз здравствуйте и через несколько мгновений нет еще спикер онлайн онлайн конференция личность человек можно сказать легенда не побоюсь этого слова потому что человек который которого знает по крайней мере в моем окружении все причем мое окружение достаточно большое интересное как и медицинская сфера так и сфера связанные с определенными структурами спикер хасай алиев и разработчик методов ключ этот ключ это очень интересная методика про которую хасай магомедович нам расскажет сегодня и на онлайн конференция в которой называется время перемен стратегия личной адаптации асай алиев представит нам тему которая называется секреты быстрой психофизиологической разгрузки с развитием творческих качеств в условиях тресса изоляции и неопределенности метод ключ я еще раз вас приветствую асай магомедович вам слово спасибо вам большое спасибо за приглашение я с удовольствием встречаюсь с вами с вашими друзьями со всеми кому эта тема интересна думаю да я думаю что в условиях современной реальности тема всем интересно актуально потому что очень многие люди находятся действительно в стрессе в непонятных состояниях очень тяжелых и очень важно актуально в данный период времени на будущее уметь быстро приходить норму вот интересно как раз вспомнил сейчас стихи халила джибрана книга пророк она в америке только 14 раз свое время переиздавалась это по моему ливийский поэт по моему то ли ливанский то ли ливийский но очень такой был мощный поэт у него там есть такие строчки это раннем христианстве не вместе не поодиночке а вместе мы идем к нашему высшему божественному я мы одновременно и путник и его дорога и мы в ответственной за тех кто идет позади нас но мы в ответе за тех кто шел впереди нас кто был ловок и проворен в ногах упал и не убрал камень из дороги слышишь какие стихи да мощные то есть вот мы все вместе как раз таки и вот сегодня когда карантин и когда все в неопределенности ну естественно в неопределенности когда нету образа будущего нет никаких гарантий что будет завтра и как будет завтра но каждый человек невольно накручивается и как солдат на фронте готовый ко всему мозг во все время в перенапряжении ну естественно клетки мозга истощается и как же нам вынести всю эту тяжесть напряжения и как же нам выйти из этого карантина ну с пользой для себя потому что это все таки как говорится во всех религиях хотя мы не говорим о религиях я человек науки но во всех религиях где-то как-то упоминается что любое событие это есть испытание испытание то есть по существу практической психологии принято такое понятие что то что не выше сил любая боль которая не выше сил закаляет человека а наша задача чтобы этот стресс был не выше сил наших и чтобы это обратилось положительный опыт чтобы мы были более запаленными ну и кроме того открыли у себя новые качества и способности я например люблю показывать свои картины свои книги да почему чтобы показать что в принципе то чем я лично занимаюсь как разработчик метода ключа это ресурс многоцелевого назначения то есть развивает желаемые качества и способности и помогает человеку научиться не только снимать стресс а использовать использовать стрессовое состояние от любой причины да как площадку для новых достижений расскажите пожалуйста расскажите пожалуйста про историю создания метода ключ я читал в интернете очень много интригующих данных и фактов приводится там что и с космонавтами и с разведчиками вы разрабатывали технологии этот метод вот я работал в поликлинике в Махачкале где я родился в Тагестане это очень многонациональная республика одних только коренных национальностей там 30 мы все говорили по-русски но по-русски говорили это как раз таки такой кладезь добрых взаимоотношений между различными национальностями различными культурами и вот здесь значит в Махачкале я закончил медицинский институт и уже на третьем четвертом курсе и дальше я все время изучал гипноз изучал реглотерапию вот не просто изучал вот если я занимался гипнозом то не было например ни одного школьного моего товарища который бы мне потом не вспоминал помнишь как ты на школе всех гипнотизировал это первое вот если я изучал реглотерапию то я учился у китайца фугана ходил к нему в кабинет там была железнодорожная поликлиника в Махачкале где он вел прием я вот сидел у него смотрел как он работает я у него учился настолько у меня была сильная мотивация понять что такое реглотерапия что я уже читал и китайские сказки и философские книги и Лао Цзин и Дао Цзин и все прочее я это проходил и в конечном счете потом уже когда я работал я проходил интернатуру по акушер-гинекологии а субординатуру а интернатуру по психиатрии то потом когда я работал и кончил институт то мне сразу дали кабинет в поликлинике в первой поликлинике я там был зав кабинетом по рефлексотерапии а после через несколько лет уже сын моего учителя фугана Лев он тоже он у меня пять лет работал и учился потому что я уже был тогда директором центра саморегуляции человека при министерстве здравоохранения Дагестана и ко мне приезжали значит очень много людей 105 городов СНГ учились это очень выдающиеся люди приезжали из разных городов учиться да и вот самое интересное что вот в промежутках этого времени меня пригласили звездный городок Андреан Григорьевич Николаев это был зам начальника Центра подготовки космонавтов и Трубилин был такой зам министра здравоохранения России и они письмом в поликлинику мою прислали чтобы я приехал там пригласили но меня министр не выпускал там он говорит слушай ну как я тебя могу выпустить видите если у нас врачи поликлиника в Центре подготовки космонавтов не работают ну это был разрыв шаблонов всех ну в конечном счете я прилетел я там полтора года приезжал работал в Центре подготовки космонавтов и мне Андреан Григорьевич Николаев он был третий космонавт планеты может не решковый а он мне тогда сказал слушай у нас говорит не принято в космосе гипнозом заниматься ты можешь говорит придумать такую методику чтобы космонавт сам мог себя настраивать таким образом без всякого гипнотизера чтобы преодолевать стресс чтобы быстрее адаптироваться к невесомости и преодолевать перегрузки вот у них стресс невесомость перегрузка такие три тяжелые большие серьезные категории ну и я думал а я вот в свое время до приезда туда в поликлинике вспомнил у меня был случай когда я одному парню делал иглоукалывание а когда попадаешь в точку то возникает феномен отдачи ТЧ то есть на оболочку нерва когда ему попадаешь это критерий точного попадания ну такой удар током небольшой и радиация ТЧ это ЧИ это энергия и вот значит по нерву идет такой вот сигнал и человек чувствует это ощущение это такой корковый эквивалент в мозге попадания в точку а в другой раз это чувствует человек которому вводят вот он сидит я ему когда попал ему вот током ударил он говорит ой током ударило я говорю это как раз ТЧ то есть это критерий точного попадания это очень важный момент потому что я это вспомнил когда разговаривал с Николаевым в звездном городке что потом я этому Алёше по-моему когда на следующий день он пришел а иглы были еще не прокипяченные а раньше не было одноразовых раньше надо было кипятить как работали да 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 ну пока значит там сестра их кипятила а я вдруг придумал я ему говорю слушай а я же одновременно гипнозом занимался я ему говорю слушай Алёша а ты вот помнишь же как я тебе иголку поставил да помню помнишь как ударил током да помню а ты возьми сейчас вот настройся на то чтобы вспомнить это как было и когда он сосредоточился на воспроизводстве этого состояния он говорит раз током ударило и он погрузился в транс я тогда подумал боже ты мой боже ключ тот вот по существу поставил себе задачу например получить ток погрузился в транс и ток получил и тогда я такой якорь да якорение да 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 причем так это было интересно и вот я когда разговаривал с Андреем Григорьевичем я говорю да я по-моему могу придумать чтобы космонавт в космосе или перед космосом без всякого гипноза сам себя настраивал и я пригласил тогда несколько испытателей которые летали в невесомость они там испытывали это состояние ну раньше это было очень такое непростое дело моделировать невесомость это делали либо в полете ну допустим самолет набирает скорость такую потом резко делали в горку и они всплывают или этот вид невесомости в воде моделировали или был гримак Леонид Павлович с которым мы очень дружили у него есть книга моделирование состояния в гипнозе гримак ну его знали все и вот мы с ним дружили и вот он моделировал в гипнозе он в гипнозе внушал что человек чувствует невесомость невесомость и так далее но там же нельзя было в гипнозе и поэтому я вот пригласил испытателей которые чувствовали невесомость как тот чувствовал ток то есть у него опыт был и вот эти испытатели у меня военные там сидели инженеры там сидели ну которые летали в невесомость я им сказал вспомните пожалуйста вот это состояние невесомости которое вы уже испытывали и вот я смотрю у одного рука так стало всплывать у другого нога то есть вот у них стало воспроизводиться вот прежде испытанное состояние и вдруг один не говорит левитация да левитация пошла достаточно быстро погрузили левитация и один вдруг говорит слушай а у меня голова перестала болеть а другой говорит а у меня усталость снялась и вот так были созданы первые приемы ключа потому что я пригласил потом другую группу которая никогда не летала в невесомость я им просто предложил а вы представьте что руки расходятся или представьте что руки расходятся или представьте что рука поднимается и у них тоже у одного зуб перестал болеть а другой тоже говорит да такое странное состояние у меня бывало в моменте такого хорошего настроения там после бассейна или еще где-то вот тогда в восемьдесят первом году были созданы первые ключевые приемы что здесь есть образ что руки пойдут и рефлекс в ответ на образ я потом только понял ведь это же идеорефлекторный прием я его так назвал идеомоторная реакция да раньше такого типа реакции назывались идеомоторными а я понял механизм вот механизм вот лимон например представляешь и слюна идет условный рефлекс фактически условный рефлекс и я тогда создал эту теорию метода ключ что это не идеомоторный потому что когда идеомоторные говорили там не был механизм объяснен были механические движения и были идеомоторные например палец идет или например у Милтона Эриксона было внушение человеку в гипнозе рука лежит а он ему внушал что она всплывает и вот когда он сосредотачивался на том что она всплывает он погружался вместе с этим в транс то есть вот как раз таки тут есть обратная психофизиологическая биологическая связь между действием и состоянием то есть если у тебя получается включение в ответ на идею рефлекса ну и тогда я понял что вообще-то в аутотренинге то же самое там представляешь тепло и у тебя возникает тепло да но я сразу нашел тогда вот из своего понимания этих механизмов потому что я одновременно гипноз изучал иглотерапию изучал и одновременно у меня по моей природе было понимание что аутотренинг например когда Шульц писал хочу создать систему чтобы человек мог управлять своим состоянием без всякой помощи в зависимости от гипнотизера а создал в принципе не методику свободы а создал методику расслабления я понял почему и в чем была там ошибка у Шульца дело в том что он изучал людей после гипноза и спрашивал их что они там чувствовали и они большей частью он обращал внимание на то что они там чувствовали тепло дремоту и расслабление а я по природе своей искал и увидел другое я когда их спрашивал после гипноза а я видел вот в гипнозе я же много-много гипнотизировал и там ассистировал Феликсу Заху там и по пятьсот и по тысячу по полторы тысячи человек было я был в мединституте студентом ему ассистировал я видел что там есть не расслабленность а там люди прыгают бегают песни поют кукарекают на деревья лазят мнимые деревья там человек как бы активен а не просто расслаблен как по аутотренинге вот в гипнозе не хватало только чтобы человек был в этот момент сам себя регулировал там нужен был гипнотизер он мог там через высокий забор перепрыгнуть и вот все это анализируя я понял ошибка шульца состояла в том что он увидел в ответах после гипноза у людей тепло, тяжесть, дремота, расслабленность а я искал свободу да в чем принципиальное отличие казалось бы очень похожие понятия расслабление и свобода или это просто в моей картине мира дело в том что свобода свобода она не обязательно должна быть в расслабленном положении ну да в принципе бегун который лежит в марафонской дистанции когда девушка вошла в ритм танца и она танцует и она счастлива она свободна она же тоже в этом состоянии но она же не лежит в расслабленном состоянии у шульца что получилось он лежал человек или сидел в позе пучера и приводил себя в расслабленное состояние повторением я спокойн а девушка танцует или допустим человек через забор перемахивает когда за ним собака побежала он перемахнул высоченный забор потом стоит и думает как же я это мог сделать так он же тоже был в трассе и вот когда мы берем вот эти разные примеры пытаемся понять что там лежит в сердце линия оказывается оказывается состояние свободы и состояние под властью кого-то это две стороны одной медали две стороны если бы Кашпировский учил людей управлять своим состоянием чтобы они ему бы цены не он их китнотизировал и они там чувствовали себя под его влиянием но при этом что получается у многих открываются ресурсы да внушает он им что они здоровее становятся у них включаются эндорфины у них включается все порезы заживаются адреналин уменьшается андреналин этот эндорфин увеличивается но при этом у них происходит прививка против развития они не знают о том что они могут это сделать сами почему потому что я наблюдал эти сеансы и смотрю там женщины и мужчины когда он проводит им и они концентрируют свое внимание очень сильно многие из них начинают делать какие-то спонтанные движения там в зале сидят он им это не говорит они сами делают спонтанные и вот оказывается если человеку показать а ну хоть попробуй чисто механически найди ритм повторяемого движения который тебе подходит и вот он так делает делает и ходит в транс без всякого гипноза то есть по существу если человеку дать перебирать разные варианты движений в ритм которых он быстрее входит он попадает в комфортную ловушку из которой ему выходить не хочется вот там у него происходит релаксация прослабление и вообще теперь я скажу что на самом деле релаксация слово так сказать это понималось в начале как психическая релаксация а не как телесная психическая релаксация это есть раскрепощение освобождение от страха стереотипов комплексов это когда человек в творчестве находится в танце находится когда в песне это поток вот есть мой любимый автор выдающийся психолог но он старше меня но один из самых авторитетных для меня Чиксент Михаил Чиксент Чиксент Михаил А, Михаил Чиксент Михаил Чиксент Михаил Михаил ну он венгр по происхождению но в Америке он профессор кафедры какой-то там он написал и книгу вот пожалуйста пусть все кто хочет выйдут в ютубе и наберут Михаил Чиксент Михаил поток и там есть с титрами с титрами на русском языке его выступление да он там в темной курточке выступает он изучал людей 60 лет после вот мировой войны кто считает себя счастливым он изучал что такое свобода и что такое счастье и вот оказалось что люди после войны оказались в разрухе оказались в ситуации неопределенности как вот сейчас когда надо как-то выживать у нас изоляция у них тоже неопределенность и в этой неопределенности не знаю что будет завтра оказывается многие начинают себя накручивать многие начинают цепляться за какие-то штампы за какие-то стереотипы им нужна только опоры там система юнга они стали практиковать там они практиковали много чего да и вот этот самый Чехсен Михаил изучая все это опрашивая их 60 лет изучал опрашивал и кто именно из этих людей которые выжили стали счастливыми оказалось что счастливыми считают себя счастливыми те которые уже не находятся в ситуации выживания а находятся в ситуации жизни то есть они уже живут у них какая-то есть деньги но среди этих которые уже не выживают а живут среди них 30% людей которые считают себя счастливыми независимо от того сколько денег они получают и вот оказалось что это люди которые имеют какое-то любимое дело и они вот занимаясь любимым делом будь то композитор или художник или там просто человек который любит там вязать там допустим занимаясь любимым делом будь то ученый когда он в предвкушении что он будет заниматься любимым делом у него душа включается вдохновение вот из ситуации страдания и выживания мозг переключается на состояние созидания и отрывается от битовщины от этих проблем текучки как говорил великий испанский художник ну самый мощный испанец наш не не Сальвадор Дали а вот другой испанский забыл ну сейчас вспомню ну самый-самый ну хорошо сейчас вспомню он говорил что искусство это способ который мы встряхиваем пыль с повседневности то есть по существу входя в это состояние потока когда человек творит у него возникает состояние когда вот он музыкант например композитор прямо слышит музыка льется и он только записывает ноты у меня тоже такое бывает я когда войду в раж я рисую как будто потом могу сказать как будто моей рукой водил бог ну в поток входишь вот там я рекомендую всем нашим слушателям участникам чтобы они посмотрели Ческен Михаи Михаи Ческен Михаи поток дело в том что вот же как раз таки вот это свобода и я как раз таки поэтому гипнозом занимался как методом Пабло Пикассо Пабло Пикассо Пабло Пикассо Пабло Пикассо он про искусство сказал что оно нужно человеку чтобы встряхивать пыль с повседневности повседневность это же монотония ну пошел за хлебом пошел кто-то тебе на сандаль наступил ты раздражаешься а когда ты занят любимым делом тебе пофигу кто тебе на сандаль наступил боже вот эти люди чувствуют смысл жизни а вы помните 17 мгновений весны у Юлиан Семенов там профессор Плешник профессор Плешник должен был идти значит если бы он увидел на окошке что цветка не поставили в этот раз он не должен был в эту квартиру заходить потому что это был сигнал что нельзя к сожалению пьяный воздух свободы сыграл с ним злую шутку а он шел и в этот момент мечтал что он придет домой его дома ждут стопка чистой бумаги на которой он будет писать свою теорию его было и он забылся вот этот пример вот это состояние вдохновения когда человек отрывается от быта от рутины от рутины и входит в поток неужели этого можно достигнуть в любых состояниях в любых условиях стресс неопределенность это звучит фантастически конечно конечно дело в том что там есть такая фраза что для того чтобы художник например или пианист там входил в поток ему десять лет надо мастерство оттачивать ну я понимаю вот если я рисую допустим и забыл где куда краску положил то я должен ее искать и я из потока выскакиваю а если я перед этим ну если у меня есть мастерство я положу краски как-то чтобы я помню всегда чтобы я не выскакивал и вот и я раз в раз и не задумываюсь беру на автомате на автомате вот когда автомат не нарушается я расскажу там у нас на юбинаре Лев Толстой прекрасное наблюдение у него есть в Анне Каренине Анна Каренина она значит там Левин косил лук и иногда испытывал состояние свободы и счастья а в другой момент когда он натыкался на кочку то он выскакивал из этого состояния Лев Толстой написал он так обратил на это внимание никто не обращал потому что я это обратил потому что я психофизиолог я увидел что там происходит когда он входил в ритм как когда я рисую картину или как бегун вошел в ритм бега у него же голова освобождается то есть когда человек начинает деятельность у него напряжение когда он входит в автоматизм его выполнения у него напряжение падает голова освобождается и там он уже регулируется самой природой то есть это есть как бы контакт с вечности когда сама природа помогает композитору писать музыку художнику рисовать а там Лесин делал значит вот эти повторяемые движения входил в это состояние отрывался от всего земного как говорится и был счастлив да у Толстого так написано ну когда он натыкался на кочку это все равно как я забыл куда краску положить и выскакивал искать ее да он оттуда выскакивал из потока и в этом случае получалось что старик который шел впереди него более мастеровитый быстренько-быстренько обрабатывал почку точку кочку и они шли дальше и вот для чего мастерство нужно у Михаиловича 10 лет надо человеку чтобы входить в поток учиться мастерству чтобы не выскакивать тогда на кочку напугаешь а я придумал что если перед каждым делом любым делать синхродимнастику которую я буду показывать которая уже в учебнике по физкультуре для десятых одиннадцатых лапсов но в новом издании это профессора Матвеева она голубого голубого цвета там мальчик и девочка физкультурники стоят и там значит там есть элементы синхродимнастики моей есть понятие разгрузки как быстро снять стресс и как перезагрузиться на состояние творчества чтобы стресс любой вызывал у тебя стресс трамплин для нового достижения а не блокировал тебя чтобы ты мог через забор перепрыгнуть без злой собаки чтобы ты мог без десяти лет мастерства быстрее входить в поток в любой деятельности в танец выступления вот я вот выступаю я же первый раз здесь да? а мне 69 лет а я же тоже не правильно ли доступно ли я говорю правильно же да? ну я же как по вам не скажешь по вам не видно очень легко из того чтобы есть ключ я хочу этим ключом поделиться вот о чем и там я и расскажу что Райков гипнотизер Райков Владимир Леонидович он тоже в гипнозе внушал детям что они гениальные художники и он тоже оказывается у них этим самым стимулировал творческую активность снимал оказывается как я теперь понимаю снимал штампы снимал страх за ошибку то есть шаблоны снимал и они по природе на самом деле любой ребенок гениальный мы все гинии мы все гинии мы все поэты мы все художники да нам просто мешают шаблоны страх ошибки комплексы всевозможные ну это и от воспитания много тут идет и от самоутверждения эго эго нам мешает ну короче говоря там много чего мешает я там на вебинаре могу рассказать как справляться с этим и так далее и как быстрее выходить в поток в любой деятельности чтобы люди в изоляции могли использовать это бесценное время когда у них есть теперь время поработать над собой чтобы они научились регулировать свое нервно-психическое напряжение и направлять энергию стресса в любом направлении куда они хотят чтобы сделать из трагедии шедевр допустим чтобы любой минус превращать в плюс да да вот я думаю что вот это надо людям я вообще-то провожу там бесплатный ликбез для всех на карантине но здесь у нас будет немножко конкретнее содержательнее потому что здесь я дам более конкретные приемы по вопросам которые там будут возникать и поэтому думаю что если мы все настроимся действительно использовать время нашего общения чем больше будет вопросов тем больше будет ответов самое главное что вебинар будет практически не только теория да я еще раз хочу сказать что на самом деле человек по своей природе по своей природе по сути во первых хороший хороший во первых во вторых он художник писатель композитор у него все эти качества если в той или иной степени выражены да мешает только стресс как только попадает стресс у него перенапряжение высокое оно может его или заблокировать или бежать или бить беги от цепеней это вообще инстинктивные формы выживания от животных еще от животных вот и вот значит как этим справляться и использовать энергию стресса для собственного развития достижений пользуясь этим карантином вот это будет потрясающе полностью с вами согласен потому что действительно люди сидят дома люди находятся в стрессе как вы же всем понятно нужно с этим что-то делать и если есть такие достаточно простые действенные упражнения методики которые позволяют войти в состояние покоя спокойствия творческого настроя которым удается распланировать свое будущее на день два три неделю месяц года это вообще уникально здорово очень будут счастливы наши зрители ты знаешь почему я с удовольствием согласился с тобой встретиться потому что у тебя есть к этому творческий и душевный подход вот это удивительно потому что другие люди в основном я гипнотизеров много знаю а вот это желание властвовать желание манипулировать желание быть директором ощущать себя значит что ты сказал ему прыгай тот прыгай ты ему говоришь кукарекай он кукарек и он получает от этого кайф он не понимает что если бы он лучше разобрался научил бы этого человека и прыгать и кукарек я же сколько актеров научил чтобы они перед выступлением быстрее в роль входили там и так далее и голос там у меня несколько человек выиграли голос оказывается Райков когда внушал ребенку что ты гениальный художник на самом деле он просто снимал у него страх ошибки и это самое то есть он просто снимал нервномышленные зажимы чему учил нас ну нас я говорю Станиславский учил и Михаил Чехов учил снимать нервномышечные зажимы оказывается вот оно если человек научился снимать нервномышечные зажимы а тем более выходить на состояние нуля нулевое состояние ну я там расскажу что такое как мозг работает потому что это очень важный момент у меня история работы мозга чего не было ни у Павлова ни у Анохина ни у Знадзе ни у кого не было у них очень мощные теории очень мощные я стою на их плечах просто я в 21 веке они же раньше жили я знаю кое-что чего они не знали потому что я же выводил из острого стресса и в Беслане и учил потом психологов МЧС и в Кизляре выводил и в Каспийске выводил из острого стресса когда человек в шоке а как его загимнотизируешь он в шоке находится он тебя не слышит контакта то нету а у меня там были во Владикавказе в Беслане когда я работу делал ну там зал там больницы там во первом этаже я там проводил занятия там взрослые дети плачут и семьи погибших там и так далее да ну чтобы вывести их из этого состояния ну по Павлову по Узнадзе по Анохину ну как выведешь поэтому сейчас время другое задачи другие именно потому что я решал другие задачи работы с космосом выведение после терактов и как сделать чтобы человек мог открывать себе творца да и не быть под гипнозом вот Кашпировский там одной журналистки которая к нему подошла и спросила знаете ли вы ключ Касая Алиева он сказал да это все ерунда потому что гипноз сильнее он сказал ну к сожалению это к сожалению гипнозе человек может сделать то что у него есть потенции если ты в гипнозе внушишь человеку убей кого-то если он морально и этически не готов кого-то убивать тогда он не будет убивать ты его не заставишь обмануть то можно можно дать ему картонный ножик и сказать убей кого-то и так далее дело не в этом дело в том что саморегуляция позволяет без гипноза именно те же эффекты получать которые можно получить с помощью гипноза просто я выяснил в чем механизм в чем механизм и поэтому ключ для саморегуляции становится все более и более востребованным для людей а чумат кашпировские и так далее теперь они уже ушли в прошлое потому что тогда люди ждали чудо да а сейчас момент когда они хотят быть грамотными образованными да и поэтому мои первые телепередачи на центральном телевидении еще много-много лет назад они назывались помоги себе сам давно-давно вот у нас могут быть люди там на вебинаре мамы которых или бабушки и дедушки смотрели это центральное телевидение еще первого канала не было и видели вот эти приемы как я показываю еще много лет назад вообще ключ стал народной песни теперь многие не знают откуда это пошло ну вот поэтому я это все рассказал так что я хочу сказать что тот же Райков который внушал детям что они гениально рисуют они лучше рисовали покорил тогда журнал психологический тем что писал эти статьи а потом Райков ходил за мной с этой видеокамерой и снимал все что я делаю да в институте профилактической медицины в Москве он ходил за мной и значит звонил на телевидение и мне сказал главный режиссер этой телепередачи который сделал помоги себе сам мне звонил Райков и сказал не показывайте больше Алиева а я говорит спросил его а почему не показывает а он сказал ну не надо это это же я дает придумал а Володя сказал ему ну Владимир Александрович он сказал ему мы не видели у тебя этого ты гипнозом занимаешься так вот в чем дело вот в чем дело вместо того чтобы Райков ходил за мной и все снимал лучше бы он обнял меня как молодого и сказал я всю жизнь потратил занимался гипнозом а ты чуть-чуть добавил и пошел дальше давай дальше пойдем вместе и мы бы с ним больше и больше сделали я вот за такое сотрудничество потому что я Павлова уважаю я уважаю Эйнштейна я уважаю Знадзе это великие люди великим людям надо соединяться великим людям я скажу кто такой великий человек потенциально только почемучки становятся великими есть вот исполнители которым все равно как устроены часы им главное чтобы они показывали точное время а нам надо знать как они устроены чтобы у нас была гарантия что если они сломаются мы можем их починить и они будут всегда показывать точное время вот что я и хотел сказать у вас слушать настолько приятно вы мне кажется открыли не только талант художника но и талант писателя потому что вот эта река вашей речи она просто куда-то в душу вливается и насыщает чем-то очень таким позитивным светлым радом серёжа это есть у всех нормальных людей у всех нормальных людей это есть и даже есть внутренний аптек и мы будем там учиться на вебинаре как включать внутреннюю аптеку как повышать иммунитет как повышать стресс устойчивость и раскрывать свои новые качества и способности вот это мы будем заниматься на твоём вебинаре это очень здорово удивительно и нашим слушателям зрителям я напомню что Хасай Магомедович Алиев является спикером онлайн конференции которая называется время перемен стратегии личной адаптации конференция онлайн состоится 2 и 3 мая и Хасай Алиев представит нам тему которая называется секрета быстрой психофизиологической разгрузки с развитием творческих качеств в условии стресса изоляции и неопределенности метод ключ чрезвычайно актуальная тема которая важна для каждого и даже не только в этот напряженный момент жизни который мы все переживаем но и течение всей жизни человека любой момент человек может использовать метод ключ и обрести ту самую гармонию спокойствие и при необходимости творческий потенциал который позволит жить цельной насыщенной и очень такой облагороженной жизни спасибо спасибо всем спасибо большое спасибо большое нашим зрителям спасибо еще раз Асай Магомедович очень приятно было с вами пообщаться а я вам другую картину покажу до встречи договорились до встречи до свидания с